Всем привет! Я сегодня проснулась и решила, а почему бы не поехать на международную выставку Народные промыслы России. И вот мы здесь. Сейчас пойдём посмотрим, что представляют художники и мастера из разных городов России, и возьмём несколько интервью. Транскрипции на русском и английском вы можете скачать, став моим патроном по ссылке в описании. Я думаю, вы уже узнали, что это матрёшки. Смотрите, какие красивые. Конечно, все в мире знают, что такое матрёшка. Игрушка, в которой, можно сказать, несколько уровней. В каждой матрёшке куколка поменьше и потом самая-самая маленькая внутри. игрушки на ёлку. Это всё ручная работа. Следующий стенд. Керамика. Керамические птички. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Ирина. Я представляю авторский гобелен. У нас декоративные наволочки, подушки, скатерти, покрывало. Нам, в общем-то, есть чем похвастаться. Есть художники. Вот перед вами Вилли Моррис, 19 век. Работы всё можно посмотреть изнутри. И вот эта работа – это признание короля к королеве в верности, короля Артура. Очень интересно. Сколько времени уходит на создание такой работы? Смотрите, в создании идёт сначала рисунок, потом берёт машина, набирает этот рисунок. Набирает она, машина, именно ниточка к ниточке. То есть шедевр создаёт сама нить. После этого и распускается несколько тиражей. Но работы у нас эксклюзивные, то есть таких работ немного. Дальше у нас тоже Вилли Моррис. Уилли Моррис. 19 век. Древо жизни. Есть ещё представлен современный художник Евгений Шишкин. У него вот раз, два, три и четвёртая работа. Очень милый котик. Да. Это осень. Это, пожалуйста, весна. Санкт-Петербург. Осень 2,850. 2,850, понятно. Да, эта работа себя оправдает за эти денежки 100%. Есть также скатерти у нас круглые, прямоугольные, овальные. К сожалению, сейчас уже окончание выставки. У нас много что разобрали. Скатерти в какую цену? Значит, скатерти от 4,5 до 6 тысяч рублей. Ну, они большие, да, на большой стол. Да, очень красиво. Работы все представлены разные. То есть, если вот здесь, допустим, перед вами тоже Уилли Моррис, да, есть ещё вот такие длинные, как бы бананчиками, очень удобно под спину, под ноги, под голову, куда хотите. Но это всё чехлы. То есть, наполнители идут отдельно. Наполнители вот здесь вот наволочки, то есть, вы любую листаете. Здесь у нас поделены на животных. У нас очень много любят животных. Да. Очень красиво. Новый год у нас не за горами. За границу доставляете? Конечно. А покажите, как выглядит ваш сайт или визитка. Так, давайте покажем. Сейчас вам вот так вот визиточку покажу. Давайте. Ивушки, ага, то есть сайта у вас нет, да? У нас есть ВК-группа. Ага. Группа ВКонтакте, Ивушки один, да? Хорошо, спасибо большое. Успехов вам. Мне понравился котик. Правда, не знаю, куда мне его обещать. Ну, я вам скажу так. Это на самом деле говорят все, что у гобелена такой возрастной, возрастная ткань, но нет. На самом деле очень много молодежи берет, очень много современных работ, которые уходят. Вот, допустим, у меня сейчас на данный момент осталась вот такая наволочка, да? Я ее продемонстрирую для вас. Это 50 на 70. Здесь не доброе утро, а здесь переворачиваешь, здесь доброе утро. Понятно. Так вот эта работа, она расходится в первую очередь. У нас есть такие кошки, собаки, есть кролики очаровательные, есть различные животные. И вот это уходит просто как горячие пирожки. Класс, спасибо большое. Пожалуйста. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Марина Швецова. Наборные картины из натуральных минералов, драгоценных и полудрагоценных камней. Очень интересно. По сказкам Бажова очень интересные работы. Вот, хозяйка Медной горы, все из камня. Зимы очень наши, уральские, Россия, очень красивые такие зимы. Сколько времени уходит на создание одной работы? Я всегда, когда мне задают такой вопрос, говорю, я все свое свободное и несвободное время посвящаю творчеству. Картины без краски, все понарастающее, идет камень. Объем деревьев тоже идет из камня. Картины русский лес, да, заповедный лес, тематика. По сказкам Бажова серебряная копытца. Все натуральный камень. А как вы решили этим заниматься? Ну, я профессиональный художник, а отец мой 33 года проработал в шахте. А, то есть он привозил вам интересные минералы, да? Он не привозил, я выросла на этом. Увара, вид сарановско-хромитовое месторождение. Очень красивые. Вот корунда ферит, красота такая, коллекционные минералы. Вот из этих камней делаются такие прекрасные картины. Очень красиво. Это тоже можно купить или это вы выставили? Это можно купить, да, коллекционные минералы можно купить. Вот наш Урал богат самоцветами. Вот они все тут налицо. Натуральные минералы. Расскажите, что как называется, пожалуйста. Вот кахолон, молочный агат. Очень красивые. Агаты-перелифты. Как я уже говорила, увара, вид. Это разновидность зеленого граната, изумрудная щетка. Яшма и зеленая, и пейзажная. Агаты, тенгизиты, родониты. Что из этого считается самым ценным минералом или самым редким минералом? Самый редкий, вот увара, вид. Самый редкий, самый ценный из наших, из представленных камней. Очень красивый. А скажите, пожалуйста, вы за границу отправляете работы? Да, отправляем работы за границу. У нас и покупают, очень нравится. Русская зима нравится. Тематика кораблей очень красивая. Очень красивая. Я подойду поближе? Да. Домики, березки, мостики. Это все наша Россия. Очень ценится, очень красиво смотрится. В пейзажах. Сориентируйте по стоимости? От трех тысяч и выше. От трех тысяч, да? Да, вот маленькие, от трех тысяч и выше. Ага. И вот, например, русская зима? Такая 30 тысяч. 30 тысяч рублей. Такая 45 тысяч. 80 тысяч. Это ювелирная работа, конечно. Ну, ценно это для таких работ, это очень дешево. Нет, я имею в виду ювелирная работа, в смысле очень кропотливая работа, да? Очень красивая. У вас есть сайт? Вконтакте, сообщество, картины из камня. Давайте я визитку сниму. Там можно идти, Марина Швецова, город Екатеринбург. Вот. Отлично. Спасибо вам успехов. Спасибо. Вам всего доброго. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут и какой город вы представляете? Меня не надо звать, я сам прихожу. Имя мое Владомир. Город представляю Санкт-Петербург. Палату ремесел и Академию ремесленников. Что вы делаете? Расскажите, пожалуйста. На данный момент делаю повязочку наглую, вот как вот это вот. И будет еще одна подвесочка, как-то наверху. Очень красиво. А орнаменты вы сами придумываете? Это все элементы медической культуры. Я ничего не придумываю, уже до меня все придумано. Я просто это все реализую здесь. Вернее, даже не я, а творец. А я просто инструмент в его руках. Здорово. Вещи всегда сами находят себе хозяев. Кто откликается, вещь сама выбирает хозяина сначала, а потом хозяин как бы уже акцентирует на ней свое внимание. Понятно. И когда уже они друг друга нашли, я объясняю, что нашли. И как с этим можно взаимодействовать. То есть, если я сейчас что-нибудь выберу, вы мне расскажете, почему я это выбрала, да? Обязательно. Ну вот, например, вот этот орнамент, этот красно-беленький. Ну, у нас все время отправляют куда-то, либо в будущее, либо в прошлое, да? Либо мы медитацией занимаемся, либо в депрессии находимся. Это все и есть потеря энергии. То есть, где наше внимание, концентрация нашего внимания, там наша жизненная сила. Вот этот знак помогает находиться в данном моменте, здесь и сейчас. То есть, быть счастливым в полной его мере, да? Вот. И как бы это самое, ну, двигаться в нужном направлении. Люди просто из эмоций не могут без посторонней помощи выйти, пока эмоция сама не вычерпает из себя ресурсы. То есть, я правильно понимаю, что это как амулеты? Ну, можно сказать так. Я их называю трансформаторами потоков энергии. О, как интересно. То есть, они преобразуют одни потоки энергии в другие. Проходя через эти вещи, просто сама энергия меняется в пользу хозяина. Ежели низкочастотная, она ее поднимает до нужного уровня. Если сильно высокочастотная, она ее подрезает и делает оптимально приемлемой для хозяина. Понятно. Очень интересно. Где вы этому учились? Я просто это вспомнил, что когда-то было в моей прежней жизни, ну, то есть, в предыдущих попотинках. И все. Начал осваивать, ну, осваивать как? Вспоминать до конца. И на протяжении определенного времени оно открылось и как бы... То есть, мне даже никто не помогал со стороны. Здорово. У вас очень красиво получается. Это не у меня красиво получается, это творца. Ну, это ваши руки. Это инструмент. Я его инструмент. Да, хорошо. А это его просто проявление. Сориентируйте, пожалуйста, по стоимости. Ну, подвесочки по 600 рублей. Повязки на руку 800. Повязочка наглого такого типа 200. Один из поясов, который коричневый, с бежим, он за 4200. А зелененький такой с бежим, он 5100. Хорошо. У вас есть визитка? Да. За границу отправляете? Да. У меня мои работы есть в Норвегии, в Британии есть, в Нидерландах, в Португалии. В Португалии даже видеоурок мой заснимали специально на видеокармеру. И сейчас в Португалии кто-то по этому пособию обучается и делает сам. Отлично. Спасибо большое вам успехов. Добра вам. Театр моды, скажите, скажите, пожалуйста, как вас зовут? Здравствуйте, Мария. Мария, какой стенд вы представляете? Какой город? Я представляю город Вологду, кондитерскую фабрику города Вологды. У нас кондитерская фабрика – это старейшее предприятие, которое работает только на натуральной основе, то есть с натуральными ингредиентами. Мы делаем очень много всяких разных вкусняшек, конфеток, мармеладок, зефирок, пастилок. Есть представлены и весовые варианты, есть и фасовочка на презенты, на подарки. Что в Вологде больше всего любят? В Вологде чаще всего покупают вот мармеладки, зефирки, которые с разными ягодками. С клюковкой, вот такие варианты у нас представлены. Может быть, с морковкой, с гранатиком. У нас вот такие вкусняшки есть. Это гречка, полба в шоколаде. Это тоже очень вкусно и интересно. Необычно. Это тоже все делает кондитерская фабрика нашей Вологды. Зефир у нас делается весь на агар-агаре. Это водорослевый элемент. Это уже в кулинарии считается премиум-класс. Его делают на натуральных водорослях. А так там применяется патока, там немножко сахара нет, яблочное пюре. Там основа только натуральная. И у нас два месяца сроки годности у продукции, то есть там нет лишних влагоудержателей, лишних ингредиентов. По России у нас вот кондитерская фабрика, поставки делают и в Москву, и в Санкт-Петербург, ну и в северные районы, это Архангельск, Котлас, вот эти варианты. Вот, а сейчас не знаю, куда там, может быть, в Беларуси куда-то мы поставляем. Ну, дальше, наверное, нет. Да, хорошо, спасибо большое. Да, не за что. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Шелоносова Арина, я ученица Охтинского колледжа города Санкт-Петербург. Я учусь на специальности изготовитель художественных изделий из лозы. Наш колледж занимается преподаванием очень многих специальностей. У нас есть и стойлеры, и краснодеревщики, и прихмахеры, и повара. Но у нас, я лично учусь на, как раз по специальности, именно изготовление художественных изделий из лозы. Мы готовим плетем очень многое, вот, начиная от корзин для грибов или цветов, или ягод, и заканчивая, не знаю, там, люльками для детей, или какими-нибудь лежанками для кошки или для собак. Это всё тоже есть, и короба, и корзины для белья плетутся из лозы, из рогоза, из ивы. Очень сейчас это направление, как ни странно, становится популярным. Поэтому очень много людей сейчас стараются и научиться, и преподавать, и приобретать эти изделия. В интернете сейчас куча роликов набирает популярность о том, как дети, и люди, и пожилые, и молодые сами набираются опыта и что-то пытаются делать даже из бумаги. Но если это будет похоже, если это будет трендово, уже их это радует и вдохновляет. Расскажите, пожалуйста, сколько времени уходит на создание такой корзинки? Ну, вот такую корзинку можно сделать где-то за полтора или за два дня, может быть, за три. Зависит от мастера, потому что все мастера делают по-разному темп работы, скорость у всех разная. Здесь сначала выполняется дно, оно делается где-то за день или за полдня. Такое маленькое можно за полдня изготовить. Потом убираются, срезаются кромки, вот эти все основания, вставляются новые стояки, на них уже плетется стенка. Вот это все, это стенка. Дальше делается загибка из стояков, то есть из крайней части стояков делается вот такая по краю загибка. То есть ничего нового не прибавляется. Потом, после того, как загибка сделана, вставляется широкая, большая, длинная палка, называется душка, то есть это будет уже ручка. Потом эта палка оплетается и уже приобретает вот вид всей корзины. Вот это вот загибки для ручек, они вообще бывают разные. Трех типов чаще всего здесь такая самая популярная звездочка, она самая такая плотная. Есть елочка еще, то есть это, например, ягодная корзина, сюда можно смородину какую-нибудь или облипейку налаживать, что-нибудь маленькое. Грибные корзины, они, конечно, уже кратно гораздо-гораздо больше, шире, плотнее. Но здесь, например, используется загибка розга, она плотная и она ни от чего не пострадает. Розгу как раз используют и в больших изделиях, и в таких маленьких тоже. Есть, например, как здесь, загибка воздушная. Эта загибка называется дорожка. Кто-то называет дорожкой, кто-то воздушная загибка. То есть декоративная, да? Да, она уже несет декоративные функции, она уже легкая. То есть такую загибку мы не используем для корзин какого-то особо бытового прикладного назначения. Это уже может быть просто декоративное изделие, например, к праздничному столу. Вот так она выглядит изнутри. Здесь, если вы посмотрите, из прутьев только загибка. Все остальное выполнено лентой. Есть вот брошюрки именно о самом колледже. О колледже. А если, например, купить, заказать онлайн, можно это сделать? Что вам именно заказать? Ну, если просто кто-то захочет заказать онлайн, какую-нибудь корзинку изделия, да. Если у вас бумажка есть, записывайте. Я сейчас, да. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Юлия Венгеровна Бесшапошникова. Я заведующая кафедрой лаковой и миниатюрной живописи Высшей школы народных искусств. Здесь представлены работы по разным видам традиционного прикладного искусства. Это вышивка, кружево, лаковая и миниатюрная живопись, палифа, холлые амстеры, касторезные искусства, декоративная роспись, роспись по ткани. Здесь представлена холлуйская лаковая и миниатюрная живопись. Она выполняется темперными красками на яичной эмульсии. Используется сусальное золото. Роспись выполняется на изделиях из папье-маше. Ну, здесь представленная работа, выполненная на пластинах. Мы для них придумали такие специальные подставочки. Их можно демонстрировать как на плоскости, на плоской поверхности, так и на стене. Сюжеты в лаковой и миниатюрной живописи абсолютно разнообразны. Это может быть религиозная, историческая, литературная тема, тема современности. Здесь, например, представлена работа «Царская семья». Светлый праздник Рождества Христова, как они этот праздник отмечали в Царском селе. И выше мы видим пейзаж Санкт-Петербурга. Очень красиво. Рядом работа Никонова Павла. Вербное воскресенье. Здесь как раз изображен Холуй, где зародилась лаковая и миниатюрная живопись. Холуйская. Это небольшое село в Ивановской области. Рядом с ним находится Палик. Там тоже центр лаковой и миниатюрной живописи. Эта работа представляет торжокский золотошвей. В центре мы видим, как они сидят, вышивают на пяльцах. Главный храм этого торжка. И вокруг них вышивка заполняет фон. Ну и здесь мы видим клейма, в которых девушки вышивают себе приданные. И в этих красивых изделиях гуляют, встречаются с парнями. Выше видим клеймо зарождения как раз этой вышивки, церковной вышивки в храме. Там вышивают монашки. И есть такая легенда, предание, что торжокские золотошвей вышили платья Екатерины Второй. И вот здесь это клеймо как раз представляет. Вот как раз Екатерина Вторая. Я, кстати, не заметила ее. Очень красиво. Далее у нас представлены изделия, роспись по ткани. Все работы выполнены по собственным художественно-творческим проектам студентов. Они проектируют цвет, композицию, модель изделия. И потом воплощают это в материале. Здесь представлены работы по художественной вышивке. У нас обучают разным направлениям вышивки. Золотой шить. Ее вот сейчас вы как раз снимаете. Также изучают у нас студенты кадамский венис, гладь, белую, русскую гладь, строчевое шитье и другие виды художественной вышивки. Эти работы 2003 года. Можно посмотреть, на какой тонкой ткани выполнена эта вышивка. Очень качественная работа. Очень красиво. Я правильно понимаю, что это ручная работа? Это все ручная работа. Все работы, которые здесь представлены, выполнены вручную. Наши дипломные работы, они хранятся в нашей академии. Мы их представляем на разных выставках, как в России, так и за рубежом. У нас, например, были выставки во Франции месяц, в Голландии три месяца, в Германии. У нас мы участвовали в конкурсе среди пяти вузов по лаковой миниатюрной живописи. И одна из наших работ заняла первое место. Поздравляю вас. Спасибо. Здесь представлено художественное кружевоплетение. Вологодское, Кирижское и другие направления. Рязанское также у нас направление. Здесь нет готового элемента. Все от начала до конца плетется вручную. Можно посмотреть. Нити используются абсолютно разные. Традиционно в кружеве используют льняные нити, мулины. Мы используем металлизированные нити. Здесь вы можете увидеть шерсть, шерстяные нити. Используем объемные формы. Можно вот здесь посмотреть внимательно. Вот объемные такие вот элементы. Вот цветы такие объемненькие. У нас есть среднее профессиональное образование. Высшее. Это магистратура, бакалавриат, специалитет. И также у нас есть аспирантура. Свой диссертационный совет. Так что все наши студенты имеют возможность получить образование от среднего до высшего аспирантуры. Стать кандидатами педагогических наук. Скажите, а иностранцы к вам часто приезжают? Ну, у нас иностранцы не так их много, поскольку мы стараемся сохранить наши традиции в нашей стране, в России. Вот все наши особенности, тонкости нашего искусства стараемся беречь. Спасибо большое. На сайте мы размещаем всю информацию. Можно... Большое спасибо мастерам, которые не постеснялись и ответили на наши вопросы. Все контакты указаны в описании, поэтому переходите по ссылкам, приобретайте себе великолепные товары и знакомьтесь с культурой России. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!